Осветить куличи и позвонить в колокол жителей города приглашают на Большой Пасхальный праздник. Где он пройдет, знает Ольга Сухоплюева. Эфир продолжит рубрика «Городовой». Горожане готовятся отметить Красную Пасху. Большой праздник состоится в воскресенье возле Кафедрального собора Вознесения Христова. Начало в 11.30. Для горожан будут организованы катания на лошадях, творческие выступления, спортивные конкурсы и молодецкие забавы. Возле храма развернется пасхальная благотворительная ярмарка. Принять в ней участие приглашают всех желающих. В дар от мастеров принимают открытки, сувениры, вязаные вещи и другие изделия, сделанные своими руками. Завершится торжество праздничным колокольным звоном. Любой желающий, конечно, мог подняться на колокольню. И сопровождение мастеров, конечно, которые какой-то некий такой небольшой мастер-класс устраивают, смогут позвонить в колокола на весь город. В выходные пройдут праздничные богослужения. В храмах горожане смогут осветить пасхальную снить. Подробности на сайте Магнитогорской епархии и Максити-74. Никто не забыт, ничто не забыто на Южном Урале отремонтируют памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Сообщить о мемориалах, которые нуждаются в восстановлении, может каждый. Заявки принимают как от организаций, так и от горожан. О состоянии мемориальных комплексов необходимо сообщить в течение апреля. Из предложенных вариантов выберут объекты, которые получат средства на реставрацию. Восстанавливать памятные места будут в рамках проекта «Огонь Победы». Его реализует крупная газовая компания. Стоит отметить, что за три года в области отремонтировали 29 мемориалов. Кто жмет больше? В Магнитогорске пройдут открытое первенство и чемпионат города по классическому пауэрлифтингу. Начало соревнований в субботу в 11.00. Соревнования будут проходить в течение двух дней – 7 и 8 апреля. В них примут участие около 100 спортсменов. Их ждет приседание со штангой, жим лежа и становая тяга. Победители определят в разных возрастных и весовых категориях. Турнир состоится в Левобережном Фоке. В 9 утра начнется взвешивание спортсменов, а в 11 часов стартует состязание. Вход для болельщиков бесплатный.